Юные рукодельницы и воспитанницы Новокуйбышевского центра детско-юношеского творчества отложили на время в сторону выкройки красивых нарядов и решили шить вещмешки и поясные сумки-аптечки, которые сейчас точно пригодятся нашим бойцам, участвующим в специальной военной операции. В работу по пошиву включились и девушки из других кружков от танцевального до прикладного творчества, а также ученики 8-й школы Новокуйбышевском. С приобретением тканей и расходных материалов помогли благотворительные организации. На данный момент мы шьем вещь-мешок. В этих мешках у наших ребят, которые сейчас находятся на спецоперации, будут вещи теплые, они не промокнут, не испачкнут. Еще один вид работы, который мы с вами сейчас выполняем, это сумочки, медицинская сумочка, предназначенная для лекарств. Девочки стараются в том числе и для пап, своих сверстников, призванных в армию. Уже готовы 40 аптечек и 20 вещмешков. «Оберегая жизнь» – так назвали свою гуманитарную акцию юные волонтеры и их наставники. Перед тем, как передать на фронт медицинские сумки, изготовленные своими руками, они наполняют их препаратами первой необходимости. Это аптечка, мини-аптечка с различными карманами, где расположены все медикаменты первой необходимой помощи медицинской. Это и перекись водорода, и жгуты, и бинты, и другие препараты, которые необходимы нашим ребятам для укрепления и поддержки своего здоровья. Кроме того, дети-волонтеры запустили еще одну акцию – вкусный привет. Родители и педагоги помогают закупать сладости, которые также отправятся защитникам Отечества. Сергей Сергеев, Сергей Попов, Новости губернии.